Дружище, я матерюсь, так что 18+. Всем привет, с вами Дэрил Виндер и сегодня продолжаем игру Graveyard Keeper. Давно у меня не было, считай, скука, ну да, опять наверное месяц. И короче, по работе завал, по разработке ошибки, которые надо решить, по учебе тоже самое завал, по отношениям все прям вах. Эдисон, привет, стрим пока не скоро, потому что времени нет. Мы в прошлый раз, я посмотрел по видео старому, мы в прошлый раз собирались делать Дамасский меч. Меч, да, как вы видели в превью видео, ну то есть, не превью, а брифинг что ли, как это правильно сказать. Я собрал меч, причем почти, почти два. Не хватило всего лишь на алмаз денег. Вот, сейчас мы пойдем к змею, помогать ему, собственно, с этим делом. А козели действует, все это действует, а потом будем думать, чем мы займемся. Так, ну здорово, 60-70, меч из Дамасской стали. Отличный меч, и как раз вовремя, на самом деле, я немного проследил с тобой, так что я знал, что меч у тебя, и что ты идешь сюда. О, культисты пошли, хе-хе. А вот и мои последователи, жуткое место, они собрались, чтобы убедиться в моем могуществе. Ох, плохая-то была идея. Да, похоже, ты прав. Так, и что? Псс, я тебя сейчас убью этим мечом, а ты придешь все как ничего мивало. И они все, ну тут все такие, как он это сделал. Помогущество, давайте ему поклоняться. Бла-бла-бла. Я возражаю. Можно. Возрите мою силу повелевать смертью и жизнью. И для этого у меня только два, для меня это только два слова. Следуйте за мной и будьте, будьте бессмертны. Убил. Наповал. Вот прям вздох так, вы умерли. Так, мне нужно вернуться к змею. Ну, естественно. И желательно побыстрее, пока день не закончился. На следующий день инквизитор. У меня там вроде, да, у меня там все готово. Можно пока заняться продовольствиями. Расширением моего магнатства. Так, тоже скриншотик. Они все вам, они все вам врут. Я никогда вам не солгу. После темного ритуала начнется наше завоевание. Вот и он, он жив. Он бессмертен. Узрите моего первого апостола. Теперь возвращайтесь домой и ждите моих указаний. Моя жизнь не будет прежней. Слава змею! Наверное, в церковь больше не пойдем. Слушай, так, он прав. Город, этот город надо менять. Слушай, мне прям нравится, как ты умираешь. У тебя получается так драматично. Мы закончили? Ну, в основном, да. Нужно еще кое-что подготовить. Ну ты, брусь, красавчик. Я твой должник. Еще кое-что подготовить. Да есть, подожди. Ничего, ничего. Еще 30 репутаций надо, е-мое. Опять на другую неделю возвращаться, что ли? Ой, мать. Так, ладно. Бумажки оставлю. У меня все молитвы открыты, в принципе, топовые. Что мне сейчас надо, чтобы у меня продовольствие и в ка шло хорошо. Так. Пинцы нужны. Золотой лук нужен. Ну, лучший. Лучшего качества. И что еще? О, о, о. Выросло. Собираем. Сколько там семян? Два. Итого четыре золотых семечка. Всегда одинаковое количество дает. Так, ну давай. Значит. Золотое удобрение. Чечевица. Золотое удобрение. Чечевица. Золотое удобрение. Пока ничего не буду делать. Мне надо посмотреть, сколько там семян. Может, уже и не надо. Восемнадцать, десять. А. Сорян. Сейчас. Тринадцать, четырнадцать, двадцать два. А там надо вроде двадцать пять, если не ошибаюсь, да? Ай. Тихо, тихо, тихо. На золотые семена. Двадцать четыре надо. То есть, все. Последние будут. Два. Я сажаю лук. Один только. Только один лук. Как раз будет двадцать четыре. На тыкву больше посажу. Да. И все. Тыква. Все. Чечевица долго будет. Но я, если что, грядки поменяю. Все. Следующая посадка. Это уже будет готовый лук. Золотые луковицы будут крафтить. Так, ложим, 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 ложим. Стоп. Это были семена. Все. Компост. Да, все. Таник, погнали. Лавку сейчас заполним. Гвозди закончились. Первого. Сюда надо зомбаря посадить. Пускай мне гвозди навтыкают. А здесь бруски. В принципе, есть у меня один зомби. Наверху здесь. Его забрать. Так, братан. Ты мне нужен. Без тебя весь бизнес встанет. Работай, пожалуйста. Так, 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 так. Не хватает. Дальше. Вот тает. Вот тает. Все. Все. А там я вот сюда посажу. Сколько здесь? Сколько здесь? Одиннадцать. Ебать. Как хорошо смотреть, как кто-то работает, верно? Просто этот... Я ничего не надо делать. Ты выставишь, он сам все делает. Пока он это делает, я сгоняю... 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 На пять серебряных... На четыре серебряных... Двадцать пять медных. Дешевле. Золотые дороже всего. Ладно, зато я при деньгах. Я могу алмаз в следующий раз купить. Все битко. И все серебряные ящики. Сколько их здесь? Пять, пять, десять. То есть, получается, я получу сто... Одну золотую. Нет, одиннадцать, наверное, золотых. Нет. Одну золотую, десять серебряных и семьдесят пять медных. Если не ошибаюсь. В следующий раз узнаю. И конквизитор, он днем придет. Можно дни перемотать, просто если спать ложиться. Здравствуйте. А что ты несешь его туда-сюда? Там же ничего нет. Места нет. Туда-сюда таскает дотик. А ящики складировать не судьба, да? Все, я должен делать. Так, подожди. Что там по пиву? Двадцать пива. А вот, все нормально. Умель еще даже остался. Раз пиво есть, я его заберу отсюда. Десять штук. После инквизитора сразу этот... Использую. Бургеры надо делать. Срочно. Запеченное мясо надо. Сырое мясо надо. Да, пошли в морг трупы разделывать. А что, больше нечего делать. Я почищу, так сказать, свою лабораторию. Крематорий. Как его правильно называют? Ну, прям морг и называют. Вообще не ожидал. Повысить бы скорость добычи. Десять минут скорость. Нифига себе. Нормально. Этих сожгу. Все разберу. Вон там хорошие трупы лежат. Насколько я помню. На палетах, холодильниках. Так, все, этот готов. Выкинуть. Взять. Положить. Разобрать. Если до сотни или до скаки там наберу у инквизитора, то вроде должно новое здание открыться. С темными органами. Да, это не факт. Не факт. У меня еще место не остается. Скоро. А я могу свой бар открыть? Свою таверну, что ли? Интересно, Сафирон еще на канале остался. Те, кто остались, они самые, так сказать, непробиваемые, самые верные. Когда у меня место закончится? Я уже столько и этот органов собрал. А вот, смотри. На черепа и кожа складируется. Так что нормально. Поехали. Первый пошел. Пора пошел. Сейчас органы скидаю. Тут все битком. Тут все битком. Чемочек. Тут хотя бы одно живое место осталось. Все нормально. А эти органы я в другое место отнесу. Не органы. Как его? Субстанции. Вот, смотри, какой выпуск хороший. Прибрались. Задание выполнили одно. Вон, второе здание выполнили. Точнее, открыли. Открыли это дополнительное сведение. Мне еще кладбище улучшать. А от этих могил избавляться. О, здравствуйте. Вы когда пришли-то? Нифига себе, это ты видел? Вообще не ожидал. Кстати, церковь можно еще улучшить. Ну, там что-то надо еще. Я не помню, что. Все. Пепел. Тоже сюда положу. Соль с собой. Истории здесь оставлю. Поехали. Не лезть. Подожди, а соль? А, соли дофига. Поехали. Значит, разделываю две штуки. И сразу жарю. Потом нужен золотой лук. Два мяса. Посплю тогда немного. Инквизитор все свалил. По-любому. А репутация с ним хотя бы. Ты пришел? Наконец-то. Тебе прям каждый раз надо говорить о том, что... Чтоб ты хорошо отдохнул. Что ты тут делаешь? Ну, короче. У нас, короче, большие проблемы. К тебе на кладбище направится известный охотник за нечистью. Он вроде как собирается меня убить. Ну, и церковь твою сожжет на всякий случай. Что от тебя этому охотнику надо? Похоже, я продемонстрировал слишком много компетенции в вопросах бессмертия. И кто-то из моих культистов сумел... Не сумел удержать язык за зубами. Сложно найти хороших культистов в наши дни. И что нам теперь делать? Нужно устроить ловушку около Ведьминой горы. Прямо по дороге. На дороге. Обставим все так, как несчастный случай. Я уже подсуетился. Его задержали на какое-то время в городском борделе. Так что у нас есть немного времени. Подождать тебя на Ведьминой горе слева от подъема. Ой, какой-то проблемный, бля. А сколько там бургеров надо? Ну, чтобы этот... Чтобы все было идеально. Так, ты все, да? Если охотник за нечто придет, он сожжет не только церковь, но и этих зомбарей моих. Блин, как... Как же все это-то запутано постоянно. Что-нибудь да произойдет. Так, так... Он должен быть здесь, кстати. Наверное. Но его тут нет. Сегодня звездочет приходит, мы ему говорим про дочь. Если не ошибаюсь. Похоже, все готово, надо... Бляха, надо было ему еще и сказать про это. Да японский бог, ну ты серьезно? Я просрал Инквизитора. И поспал, как нарочно. Змей, ты где? А где он? Это грибы. Так, подожди. Засаду ведьми на горы, помочь змею. Мне что-то интересно, а где он? И ты, блин. А вот он. Так. Ага. Ну, наконец-то. Принес брус. Какой брус? Тот, который я просил принести. Ты не просил. Ладно, ладно. Просто тащи сюда чертов брус. Один брус столько надо, что ли? И все? Сейчас принесу. Я думаю, мы большие проблемы себе сейчас строим. Если он сейчас опять скажет что-то принести, я его убью. На месте прямо. Так, тихо. А брусы у меня, наверное, здесь где-то лежат. Нет? Вот. Один только надо брус. Так, только змей давай быстрее, потому что меня еще к звезда чё-то топать. За чертежами мельницы. Я такой желтый. Так, держи. И чё ты придумал? Отлично, все готовы. Твоё счастье, что он еще не тут. Подождем. Блядь, ты серьезно? Сколько ждать-то? Еще немного. Бляха, ты дни мотаешь меня? Он точно придет? Да, 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 немного терпения. Невозможно столько времени провести в борделе. Ну, тебе виднее. Слушай, я правда устал и проголодался. Сейчас я на канал, успокойте, пожалуйста. Вот он идет, приготовься. У нас будет только одна попытка. Геральт из Ривии. Ох, я люблю Скайк Кресты. О, оттуда и сюда, блядь. Ебать. Ха, как два серебряных украсть. Великий охотник, непобедимый воин. Фу. Как мило с его стороны принести нам свой медальон. Теперь мы сможем попасть в глубину подземелья. Серьезно? Что дальше? Избавься от тела и расчисти проход. Жду тебя у входа в подземелье. У меня для тебя будет последнее задание. Надеюсь, последнее. Да уж, отличная команда. А сколько дней реально прошло? О, идеально. Не прошло, этот звездочет не ушел. Рассказать о Шармэне. Ну, я сказал, что знаю, кто ее отец. И что? Что она сказала? Ну, ее это не слишком воодушевило. Она сказала, что ее отец никогда не пытался ее отыскать. Бросил их с мамой. Чистая пауза. Чистая пауза. Ну, может, есть какая-то надежда на прощение. Ну, если я что-то узнаю, то сразу вам сообщу. Ты гнид. Хорошо. Будем надеяться на лучшее. Так. Ээээ. Давай вот расчеты. Все? Так просто? Так, по поводу трех частей ствола. Вы мне обещали рассказать о предметах, что я ищу. Мне кажется, ожерелье с афиром. Я видел на шее эсмеральды. Она сказала, что нашла его на следующее утро, после большого взрыва. Такая вещица достойна того, чтобы передаваться по наследству. Так, хотя у меня ничего странного тут нет. Куча всего разлетелась вокруг ведьминой горы после большого взрыва. Куча камней, искр, столько разрушений и пожаров. Той самой ночью мой друг смотритель и пропал. На следующий день я нашел в пыли около места раскопок странную штуковину. Оказалось, старый транспортир. Мне кажется, золотой транспортир это он. А где он сейчас? Ну, должно быть, в археологическом лагере в северной стадели. В спешке мы оставили все вещи там. Думаю, все так и осталось в пещере. Сомневаюсь, что кто-нибудь из лужи у вас людо осмеливался суваться туда. Ой, как же долго с тебя вытягивать информацию. Ай, давай, мельник. Так. Так. Я долго не ходил. Сразу же пробегусь. Следующий день, день молитв. На что я буду молиться? Сори, хуй его знак. Так. Ну. Пять сложных деталей и шесть брусов. Еще не готово. Хожу к этому. Может, у него семена хорошие есть. Дорогие. А где он вообще? Ссоры криптации у фермера. Я могу ягоду у него собрать, да ладно? Обокрал. Дед мой пахан. Ну-ка, говори. Это ДДД. У него, кстати, тоже репутация подсвечивается. Так. Я забыл. Ладно. Вроде пять сложных деталей и шесть брусов. Восемь возьму. Все. И надо от Геральта из Риви избавиться. Еще дам по оружию. Еще цветет. Ладно. Надеюсь, меня не спалят. Бля, ну и размазал его. По-любому труп, да? Медальон охотник. Кровь тоже, что ли, убрал? Да ладно. Нифига тебе какой. А труп испортился за это время? Или он только сейчас начал портиться? Ну-ка, дай посмотрим, что у тебя тут. Семь. Три. Ебать. А что так много? Не, ладно, было бы там хотя бы три или четыре черепка красных. Но от семьи я точно не избавлюсь. Подожди, а может у него есть органы этот проклятые? Не может быть столько черепков. Дай-ка попробую. Значит, мозг тут. Мозг, кишки и еще что-то там. Это был мозг. Четыре сразу черепка давал. Ты видел? Сейчас три. И один хороший забрал. Ладно, все равно от этого трупа толку нет. Надо реально от него избавиться. Сжечь, чтобы ничего не осталось. По ветру распылить. Как страшный кошмар. Самое интересное, что люди не знают, что будут есть мясо охотника на нечисть. Так. Я переполненный. Мне надо сложить мозг и что-то там еще, короче. Ладно, труп возьму. Сразу сожгу. Время не терять зря. Так. Жаль, нельзя выкинуть что-нибудь вот из этого. Размечу два раза туда-сюда привезти. А, подожди, стой. Не-не-не-не-не. Не-не-не-не-не-не-не. Это ложу. Пожалуйста, только сердце. Все хорошо. Сердце убираем. Это забираю. Сейчас еще вот здесь надо будет забрать. Когда бумажки раскидаю. Все бумажки раскидал. Неудобно так ходить? Вообще неудобно. Туда-сюда бегать приходится по сто раз. И креста, три-четыре. Идален охотник, и нужен подземелье. Ну давай. Пока не стемнело, быстрее к мельнице идти. Дай я вам ее, я застрял. Так, короче, святого не уходи никуда. Я тебе сейчас в лучшем виде все сделаю. Так, заработала. Мельница. Ну я можешь теперь помолочь сколько влезть. Надеюсь, поможет мне отпросить Алису. Я так устал без работы. Так, подожди, 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 подожди. Умель, да? Давай куплю. Пригодится. Так. То есть, подожди, я могу принести пшеницу и бесплатно, без репутации, без всего, промолоть ее, да? Гениально. Круто. Мне это нравится. Так, сколько репутации там надо с ним? Восемьдесят. Как я это должен? Ладно, все, проверим. Я мог бы у него купить эту пшеницу и потом же ему продать. Слышал, слышал, починил мельницу. Очень хорошо для дела. А Алис, ты, похоже, правда, хочет поехать. А я дочь люблю. Лучшего для нее хочу. Пусть едет. Какой заботливый отец. Это бумаги Алисы. Ясно. Селезнева, которая. Так, десять пшеницы. Куплю, просто проверю. Один пятьдесят девять. Пошли, проверим. Шармель должна после дня молитв прийти. И уходи, пожалуйста. Вот. Держи. Не, нифига. Но я могу продать ему муку. Круговорот денег, прикинь. То есть, я купил там за одну двадцать где-то, за одну тридцать продал уже готовому муку. Ему же. Так, бумаги Алисы. Как задание-то быстро летят, прикинь. Сейчас еще бургеров можно сделать. Блин, надо же было так проколоться с бургерами, а. Как так-то? Это подемелье, это тоже. Я вот сюда все пока скидаю. И вот это тоже продать надо, блин. Камни всякую мелочь я сюда скину. Брус, железки всякие тоже. У меня сейчас тупо копятся вот эти вот шарики. Их некуда тратить. Банально. Так, 300, да? У тракториста. Вот реально, зажал бы просто кнопку, и она бы наматывала мне вот эти вот. Стоп. Мишка. А здесь что? А здесь серебро. Бесконечный бизнес металла. Просто бесконечный бизнес. Это у нас хмель же, да? Да. А что мы сейчас сделаем? Наверное, новый день устанет, молитву проведем. Не понял? Нет, все нормально. Хмель. Бесконечно. Вот уже две грядки золотые есть на хмель. Ещё две сделать. Ещё две сделать. Семена даже остались, прикинь. А это чё такое? А почему он сюда ложится? А, это виноград! Ё-моё. Ладно. Ну, тут два есть, короче, семечка. Это я в подвал заберу. Пожалуй. Сейчас одну скину штучку. Чё-то за этот выпуск я толком почти ничего не сделал. Ну, пару заданий столько, но мы зато поржали, хотя бы не мановы. Пшеницы есть? Есть. Сколько пива надел? Ай, не сюда. Десять штук только сделал. Долго делай, долго. Ну, хотя, десять с половиной можно считать уже. Так, чё мы хотели? В церковь. Пойти в церковь. Мы не скоро, значит, репутацию поднимем. С инквизитором, со змеем. Сколько уже? Восемьдесят? Восемьдесят. Надо сто, чтобы прям что-то добиться. Значит, после молитвы на следующий день Шармель помогаем. У неё уже шестьдесят будет репутаций. Потом, на следующий день, купцу говорим, что Шармель нам поможет. Да. Потом подземелье. Скорее всего, со змеем что-то делать. Я не знаю, короче, какую этот... Что лучше всего здесь? Какую молитву читать? Ну, думаю, может, комбо-молитву. Покаяние. Лучших трупов будет приносить ослик, если я прочитаю её. Но это не скоро пока. Совершенство. Покаяние. Часто будут приходить. Но у меня не большая церковь, не собор. Большая церковь, точнее, не собор у меня. Давай тогда... Этот комбо... Почитаем. А он ещё не пришёл. Так. Гражданин уже есть. Полноправный тоже. Аристократ надо 12 золотых. Сертификат аристократа потом. Я вспомнил. Он же не зря говорит на кладбище набрать 200 репутации. Он не репутация, а этот качество. Как раз вот улучшу свою церковь до собора. И он мне свет мой зеркальца отдаст, наверное. 5. Это только 60 будет. А как я ещё должен тебе это делать? Печенки для причастия. А куда их можно положить? Ладно. Поехали. Это я скину. Я не буду сегодня ничего заряжать в своей церкви. Просто прочитаю молитву. Как раз 60 надо. Так, давайте побыстрее, ладно? Ребятки. 12 и ещё 12, наверное, да? Больше 12 там. Да. Всем нравятся мои проповеди. Маловато они как-то денег дают. Сколько я зарабатывал? 5 серебряных? 8. Стоп, подожди. 3. 11. 12 серебряных получил. Нормально. Лучше, чем ничего. То же сюда, то же сюда. Ну всё, заканчиваю. В принципе, благодарю всех, кто смотрел это видео. Ставьте лайк, если кому-то оно понравилось. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал, всё впервые тут. В следующий раз... А, о чём мы будем делать? Всё по порядку, естественно. В археологический лагерь заглянем. Поможем Шармель. Потом Купцу. Потом Змею. Дальше кладбищем, наверное, займёмся. Если в подземелье не пойдём. И всё, в принципе. С вами был Дэрил Виндзер. У меня же со звуком всё нормально. Вроде да. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»